Когда-то я говорил, что французские автопроизводители это творцы, законодатели моды в мире автомобилей. Но похоже, эти творцы или сдулись, или взяли на работу китайцев. Не верите? Вот яркий пример. Если смотреть на этот автомобиль сзади, сбоку, с другого боку, ну реально, вылитый Mitsubishi Outlander XL. И лишь посмотрев спереди и увидев кардиологический импульс на радиаторе, понимаешь. Во-первых, это Citroën. А во-вторых, импульс не повторяется, а значит, француз не жизнеспособный. Да уж, помирать так с музыкой. Салон. Дизайн салона же французского внедорожника за исключением эмблемы на руле и вовсе является точной копией интерьера Mitsubishi. Как такое может быть? Ведь в этой стране творят лучшие дизайнеры мира. В Париже проходят недели мировой моды, а вот с разработкой собственного стиля интерьера у Citroën что-то не срослось. Вопросы к французским создателям. Где фирменный руль с одной спицей? И где ступица, которая не крутится? И почему материалы отделки такие навязчиво дешевые? И это еще не все вопросы. Да, Citroën'овцы младцы. Они наладили поставки в России семиместной модификации, которая недоступна для аналогов от Mitsubishi. Но почему задние кресла со смешными подголовниками в виде зайчих ушек здесь откровенно тесные? Свободно на галерке Citroën'а будет разве что пресловутым зайцем. Эй, зайцы, за проезд передаем. Далее по списку. Почему четырехцилиндровый бензиновый двигатель при рабочем объеме 2,4 литра развивает всего 170 лошадиных сил? Наверное, поэтому разгон у C-кроссер веловатый. Зато на дороге все встает окончательно на свои места. Это не Citroën, это Mitsubishi. Острое рулевое управление и довольно жесткая подвеска. Причем на неровностях Citroën принимается неприятно гулять по траектории, что небезопасно. Ух, вы это видели? Ускакал. Полноприводная трансмиссия довольно традиционная для городских внедорожников. В обычных условиях передние колеса ведущие. На скользком покрытии лучше перевести трансмиссию в режим 4ВД, при котором задние колеса будут автоматически подключаться при пробуксовке передних. Ну и напоследок стоимость чудо-генной инженерии – 966 тысяч рублей. И на бездорожье я съезжать не буду. Что бы ни возникло нового вопроса – где взять трактор? Да, слишком много вопросов. И вот ведь, что удивительно, совершенно не хочется знать ответов. Оператор железное задание точнее тех. Продолжение следует...